здравствуйте на канале и тонн тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин с нами на связи по скайпу из иерусалима израильский политолог арик эльман здравствуйте арик добрый день попрошу вас прокомментировать несколько по событий последних дней в израиле и касающиеся израиля начну с чисто внутриполитической новости достаточно спорный по которой вы сказали разные мнения хочу узнать ваши я имею ввиду объявление министра обороны и сменного главы правительства бенни ганса о том что министерство обороны создаст свою комиссию по так называемому делу о подлодках где как известно одним из главных фигурантов и является бениамин натаньягу на ваш взгляд это некая такая политическая декларация или естественный чиновный бюрократический процесс конечно же речь идет о еще одном шаге в компании давления кто-то скажет шантажа которую ганс оказывает на натаньягу пытаясь заставить его принять до середины января уже будущего года бюджет на 2021 год и тем самым гарантировать что как минимум в течение первых месяцев 2021 года натаньягу не пойдет на досрочные выборы в окружении ганса опасаются сценария что особенно сейчас на фоне сообщения об успешной разработке вакцин от коронавируса целым рядом компанией с которым израиль уже есть соглашение продвижение израильского собственного израильского скатик ли периода клинических испытаний вакцины разработаны в биологическом институте на сцене в тот момент когда вакцины поступят на рынок и общественный климат нынешняя депрессия ощущение что кризису коронавируса нет конца начнет меняться начнет открываться закрыты до сих пор израильской экономики возобновится туризм полетят с по-настоящему самолеты израильских туристов дубай бахрейн тогда натаньягу на волне этого изменения общественного климата пойдет на досрочные выборы лишит ганса возможности занять пост премьер-министра через то что планировалось в ноябре 2021 года чтобы эту возможность устранить ганс оказывает на натаньягу давление различными способами и конечно же это объявление точнее еще не объявление утечка информации о приближении к завершению процесса принятия решения относительно создания проверочной комиссии в министерстве обороны по делу о закупке подлодок и надводного надводных судов германии это конечно еще один шаг в этой борьбе можно сказать как говорили свою черчилль про ситуацию в кремле борьбе бульдогов под ковром правда нас идет и под ковром и над ковром понятно касаясь будущих выборов возможных гипотетических у нас всегда так мы живем в состоянии гипотетических выборов скажите пожалуйста два момента я попросил бы вас прокомментировать это устойчивый рост партии ямина точнее блока ямина согласно последним опросам будет ли он на ваш взгляд продолжаться или опять таки это зависит от успехов борьбы с коронавирусом и второй момент согласно этим же опросам свыше 55 процентов израильтян почти 55 процентов категорически высказываются за то чтобы прошли досрочные выборы вот два этих момента прокомментируйте пожалуйста ночью с бен это на самом деле бен очень интересный вопрос конечно до сих пор известный феномен израильской политики напомним что на первых выборах весной 2019 года он даже не попал в кнесет а сейчас у него как мы видим 20 и более мандатов в вопросах и даже если скажем уже нельзя говорить о каком-то продолжающемся росте на мой взгляд тем не менее есть стабильность в районе отметки в 20 мандатов что конечно весьма впечатляет для лидера партии в которой сегодня всего шесть и даже пять если не ошибаюсь депутатов включая его самого и когда неизвестно кто вообще займет места в этом списке понятно что что бенетт собрал вокруг себя как часть тех кто недоволен результатами управления кризисом со стороны бенемина таньялу и относится к право правоцентрическому лагеря так и немалую часть сторонников бывших сторонников блока кахолаван которые даже на последних выборах в марте проголосовали именно за кахолаван но находились кахолаван справа это кстати отвечает на вопрос который неоднократно поднимался и был предметом дискуссии сколько же условно правых избирателей есть у кахолаван мы теперь видим что есть немало эти избиратели покинули кахолаван убедившись что разочаровавшись как в ганце после его шагов и раскола партии так и в тандеме лапид ялон после того как определилась их готовность создать узкое правительство при поддержке мненного арабского списка они находились мы помним какое-то время в лагере это не агу когда ликут вопросов получал больше 40 мандатов на фоне казавшуюся тогда завершение кризиса коронавируса после первой волны и планов аннексии сейчас они находятся у бенда при этом проблема бенда состоит в том что он должен так планировать свои действия чтобы всю эту хрупкую коалицию который сегодня поддерживает светских правах религиозных правах центристов людей которые продолжают считать что натаньяго достойны кандидата после министра и частично людей которые голосовали за кахолаван чтобы сделать так что это не а больше не был пример не стан как всю эту коалицию удержать вместе и донести не расплескав вот это вот вот эти 20 мандатов или хотя бы большинство из этих мандатов до избирательного уровня это как бы будет решать то значит пожалуйста самое интересное самый интересный вопрос израильской политики сегодня стоп второго вопрос что касается того что еще совсем недавно израильтяне говорили все что угодно пусть будет гансы только не снова выборы мы уже устали выборов и вот вдруг 55 процентов говорят немедленно выборы да я боюсь вот вот чтобы атакуешь понимаешь забываешься что же касается поддержки которую больше 50 процентов израильтян начинают оказывать идеи досрочных выборах вопросов она конечно же является на мой взгляд результатом нескольких процессов общего ощущения что правительство созданные якобы для преодоления кризиса коронавируса недостаточно эффективно справляется с этим кризисом в особенности в сравнении с действиями узкого и временного правительства действовавшего во время первой волны в этом смысле можно сказать что я у частично и удается убедить общественность в том ягу или куда который постоянно говорят о том что это правительство не что и проблемы борьбы со второй волной коронавируса связаны с неэффективностью этого правительства скажем к холла ван хотела бы и пытается убедить честно в том что эти проблемы связаны исключительно с саботажем со стороны министров от ликуда и тем что это я бы не выполняется лицо соглашение новым видим что сухой остаток от всего этого то что 5 более 50 процентов израильтян уже готовы к тому чтобы пойти на выборы и сменить это правительство не зависит вне зависимости от того кем бы они хотели это правительство сменить оно им кажется не это для это не проблема потому что ему понятно что все подозрения ганса связаны именно с тем что для натаньяков даже нынешней ситуации досрочные выборы это гораздо менее опасная перспектива чем для бени ганса его сторонник опять же если верить опрос у ганса и серьезная проблема потому что ему нужно показать что правительство работает и не только правительство работают еще и что он выполняет самое главное свое обязательство трудом дал своим избирателям а именно чтобы блокировать худшие инстинкты в кавычках израильских правах и влиять таким образом чтобы коалиция в которой он участвует шла в верном направлении недаром инициативы последний типа вот это вот директивы исключить из официальных документов министерства обороны слова отец и мать и заменить их на родитель номер один и родитель номер 2 этот этот шаг следует рассматривать именно в этом ключе демонстрировать что несмотря на то что премьер-министр нас является даниягу и у правых и религиозных теоретически есть большинство в нынешней сложившихся коалиции но тем не менее тот кто реально руководит тот кто добивается ведет курс в том направлении в котором он хочет это именно кахолова дать можно вспомнить вот в этой связи утверждение министров и депутатов кахолова что именно благодаря им натаньягу сменил курс отказался от идеи аннексии и вместо этого принял предложение о нормализации отношений с эмиратами и бахрейну можно спорить о том насколько это близко к истине тем не менее идеологии сказать линия пропаганды кахолова в этом смысле понятно обращена конечно же к их собственным избирателям и призвана помочь им отстоять свои позиции в борьбе с яйрон лапидом которая наблюдается мы видим и в опросах и в твиттере очень активно ведет и понятно что пока там опасения правых что одним из вариантов которые есть у бениганца является возвращение в лона своих бывших партнеров лапида и алона это судя по всему нам не грозит скажем так понятно следующее это во время пребывания в израиле на днях госсекретаря сша состоялся естественно его встреча и разговор с головой правительства и среди прочего было объявлено что сша приняли решение что продукция которая делается выращивается как угодно производится на поселениях отныне будет маркироваться сделано в израиле скажите пожалуйста вот этот символически достаточно шаг это что как бы последние коврижки от уходящей администрации мы получаем или же это больше в сторону байдена выпад я думаю что здесь ее речь идет в первую очередь желание заложить мину в каком-то смысле под действия будущей администрации если байден будет вынужден собственным указом отменять те или иные решения в этом направлении да то это конечно сразу определит тон отношений будущей администрации с израилем это он будет конечно негативно если байдена ставит это указание в силе то это конечно очень разозлит так называемую прогрессивную часть демократической партии которая всецело поддерживает палестинские требования по ликвидации еврейского присутствия как минимум людей самаре поэтому это трудно сказать насколько долго долгосрочным станет это это решение но тем не менее проблему для новой администрации на конечно же создает достаточно серьезно спасибо на этом все напомню что с нами на связи был израильский политолог арик эльман до свидания